Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня Без Фанатизма. Сегодня я приготовлю вкуснейшие зимние сырники, которые придутся по вкусу и взрослым, и особенно детям. Что мне понадобится для этих сырников? 400 грамм творога любой жирности, у меня 5-процентной. 150 грамм мякоти тыквы, 1 яблоко, растительное масло, мука для панировки, пакетик ванилина, 1 яйцо, манка, 60 грамм или 3 столовых ложки, соль и пару столовых ложек сахара. Отправляем в чашку творог. Теперь натрем на крупной терке тыкву. Почему я называю сырники эти зимними? Вот из-за наличия в этих сырниках тыквы. Тыква очень полезна и в зимнее время она вполне доступна, ее много и является дополнительным источником витаминов и полезных веществ. Поэтому такие сырники будут гораздо полезнее, чем обычные. Теперь яблоко нарежем мелкими кубиками. Конечно, можно яблоко просто натереть на крупной терке, но тогда они выделят большее количество жидкости и масса творожная будет жидкой, а нам это не нужно. К тому же очень приятно будет, когда в сырниках будут попадаться кусочки яблок. Это будет очень вкусно. Шкурку на яблоках можно, конечно, почистить, но я, когда это возможно, не чищу ее, потому что самое большее количество витаминов содержится именно под шкуркой. Теперь добавляем к этой массе одно яйцо, пакетик ванилина, манку 60 грамм или 3 столовых ложки, пару столовых ложек сахара. Сахар можно совсем не добавлять или добавить одну, по желанию и на вкус. Но больше не рекомендуется, потому что сахар тоже может массу сделать жидкой. И добавляю щепотку соли обязательно для вкуса. И все хорошенько перемешиваем. Все перемешала и теперь добавляю еще сюда пару столовых ложек муки. Вот такая стала масса, эластичная, однородная. И теперь делим на шарики вот такие порционные, примерно одного размера. У меня получилось 10 заготовок. Берем слегка влажными руками, вот так вот делаем их гладенькими. Придаем круглую форму. А теперь приступаем к панировке. Берем на доску, насыпаем пару столовых ложек муки. Берем заготовки творожные. Вот так вот обваливаем в муке. Затем берем нож с широкой ручкой, прихлопываем. И вот так вот с боков придаем форму кругленькую. В сковороду наливаем масло, разогреваем и выкладываем готовые сырники. Обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Нагрев немного больше самого маленького. Средний, короче. Не, не средний. Это средний между маленьким и средним. Меньше среднего. Меньше среднего, да. Прошло где-то минут пять. И переворачиваем. Вот так они легко переворачиваются. Вот так зарумянились. Теперь можно убавить нагрев на самый маленький. И также вот до такой же румяной корочки нужно обжарить и с другой стороны. Почему уменьшаем нагрев? Чтобы все внутри хорошенько пропеклось, прожарилось. Крышкой я не накрываю. Красота. Да, очень симпатичные. И аромат просто волшебный. Так, все, сырники готовы. С обратной стороны они также хорошенько поджарились. Вот такие вот тоже стали. Прошло где-то на маленьком огне минут семь. С одной стороны. Да, с одной стороны. Сырники готовы. Получилось десять штук. Вот такие желтенькие, красивые, благодаря тыкве, с кусочками яблок, которые разбавляют сладкий вкус тыквы своим кисленьким вкусом. Вот такие нарядные и очень полезные. Подаем со сметаной, сладким соусом, вареньем, сгущенкой, ну практически с чем угодно. Или просто так, со сладким чаем, с лимончиком. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и отличного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok